Всем с добрым утром. У нас сегодня на завтрак лепёшки из дрожжевого теста. Остались у неё тесто от вчерашнего блюда. И сегодня я своим на завтрак жарю просто такие обычные лепёшечки. Они их очень любят, могут есть просто и на завтрак, и на обед. Вау! А, играет? Да! Макар, конечно, больше всего обожает баурсаки, но от лепёшек никогда не откажется. Ну, мы позавтракали, отправила своих в город, поехали по делам. Ева, Ника, папа и Макар. У меня здесь устанавливают забор. Видите, там в окошке. Ася лаяла, лаяла, носилась, бегала. Вроде успокоилась, легла на свой стул. И всё, лежит. Макар что-то я его сюда поставила, не знаю зачем. Но её вроде это устраивает. Вот, сейчас покажу вам, что у нас там происходит. Так, мельком отставят забор. Чёрные уже поставили. Мы внесли изменения в план. Вот здесь у нас калитка, видите, появилась. Потому что сосед не поставил, а мы сейчас так подумали, что мало ли придётся выйти там убрать какие-то, ну, я не знаю, сухую траву или что-то нам не понравится. В любом случае выйти в лес или что-то, я не знаю. Иногда нужно выйти туда, в ту сторону. А Майя, может быть, убежит или ещё что-то. Короче, мы выходим туда за территорию. Поэтому мы себе решили сделать калиточку. И я думаю, не прогадали, потому что соседу уже, ему надо было тоже попасть на ту территорию. Он обходил вокруг всех домов и шёл вот там вот за забором. Это, ну, не камильфо, когда все уже поставят заборы, очень далеко придётся обходить. И вообще не факт, что он там сможет туда попасть. Так что мы решили сделать калитку. У них жутко орёт музыка, поэтому я не могу выйти на улицу и показать вам как следует всё. Поэтому стою и из дома показываю. Вот сейчас они уже устанавливают белый забор. Вот как закончат, я вам покажу. Окончательную версию. Вот, я сейчас приберусь. И у нас тут послезавтрака всё стоит. Сейчас быстренько всё уберём. И пойду заниматься тоже наверх. Нужно разобрать вещи до конца в гардеробной. В общем, делов ещё куча. Ещё всё равно следы переезда везде и повсюду. Но всё убирать, по цветы сегодня полить заняться. В общем, делов очень много. Ребята, у нас есть забор. И собственная калитка. Мы сейчас будем делать первый запуск Аси. Чёрт. Она у меня на руках, поэтому... Давай. Где Мишель, иди. Ася, бежим! О, калиточка. Всё закрылось. Посмотрите, наш заборчик. Это да классно. Ася уже присела, блин. На камеру, ну. Смотрите, как круто. Мишель, тебе нравится? Очень классно. Вот калитка, про которую я вам говорила. Ася не пролазит, интересно? Да нет, вряд ли. Не пролезет. Так, а вот эта калитка, она пока глухая? Или они уже сделали её? А, они уже сделали. Всё, закрывай. Круто вообще. Она даже морда не пролазит. Это круто. Нам надо будет выйти. Сейчас Макар приедет. Мишель, возьмёте пакет и соберёте всё, что здесь накидали. Надо всё и весь этот мусор убрать. О, классно. У нас теперь всё видно, что именно наша территория. Сосед, кстати, посадил деревья, которые у него тут валялись. Помните, ему их выкопали? Они тут две недели лежали. Потом он их решил посадить. Не знаю, что из этого получится. Да, тут собаки у нас будут здороваться. Мишель, это, не переживала, что она туда пролезет, но мне кажется, она туда не пролезет. Всё отлично просто. Отправила Мишельку на почту, потому что бегаем, встречаем посылки, чтобы, ну, не видела Ева там, а то девчонки быстро всё это выкупают. И у нас ещё до сих пор мы закупаем подарочки, приходят посылочки. И, короче, чтобы никто не видел, то я бегаю, то Мишелька. Вот, Мишелькины вчера ещё все пришли. Мишелькины бегала, забирала Ника. И вот так вот у нас, короче, происходит. Сейчас она её отправила, она не может открыть почту, застрял ключ. Я пошла на помощь. Что, смогла, что ли? Идёт мне навстречу. Судя по цвету, это ипси, это значит, не то пришло. Нет, ну, может быть, и ипси. Это одно ипси. Давай, всё, пошлите. Поздоровайся, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Уж такая взрослая, вообще, обалдеть просто. Ой, мы такие счастливые, забор свой разглядывали. Потом мне кто-то позвонил, я вам там не договорила, в общем, меня отвлекли. Так что сейчас Саша придёт проверить заборчик, если всё нормально, принимаем работу. Я вам потом всё расскажу по цене, как и что нам обошлось. О, ветер раздувает меня в разные стороны. Вот такие дела. Так что, ребятки, мы теперь с собственным забором. Ура! Вообще, вообще, вот, честно сказать, думала, сколько мы сделали за эти... Сколько там прошло ещё? По-моему, двух месяцев нет. Очень много. Вот так вот у нас выглядит здесь. Четвёртого дня. Забор с этой стороны. Да, ещё нет двух месяцев. Сейчас я вам покажу с этой стороны, как выглядит. Конечно, это немного не тот забор, к которому мы привыкли. Такой фундаментальный, монументальный. Он такой складной, разбирается, складывается. В общем, вот эта вот вся часть, она наборная. То есть ты можешь любую эту штучку заменить. И она вот эта вот вытаскивается. Ну, короче, такой конструктор. Пластиковый. Но он классный, да. Классный тем, что у всех всё одинаковое. Нет такого, кто в лес, кто подрывал, у кого выше, у кого ниже. Всё очень круче. Мне нравится, я довольна. Очень лёгкий. Вот этот забор, он выглядит очень массивным, таким металлическим. Но на самом деле он лёгкий, алюминиевый. Он вообще невесомый. Да не открывай калитку, сейчас Ася как чухнет. Мы что делать будем? Вот, сейчас нам надо причесать травку. Вот, калитка вообще открывается буквально одной рукой. И так же закрывается. Надо причесать травку. Они здесь понакопали, когда бетонировали эти столбы. Они здесь... Нам травы на этого... Надо их шлангом, наверное, Мишеля вымывать будет. Или это, не знаю, граблями. Трава просто царит. Нет, трава-то там есть, она прорастёт. Граблями можно сделать. Ася ознакомится, ознакомится. Ещё запах мужиков чужих. Да, Асюня? Что, башка-то пролазит, да, у тебя? Такой шокенель. Классно. Вот. Жалко, конечно, что мы эту стенку не смогли поделить с соседями. Но, когда заедут, мы им предложим купить у нас. Присоседиться к нашей стене, чтобы им не ставить свою. В общем, как-то вот такая вот у нас. Такие новости. Ася, куда ты копаешь? Ты чё? С ума сошла? Да, здесь может подкопательная, если захочешь. Но её нельзя одну оставлять в любом случае на бакьяжде. Так, сейчас с вами откроем нашу посылочку. Так, это что здесь? Казетка. Стали вкладывать они ещё новости, новинки. Раньше такого не было. Так, отлично. Посмотрим. Они всё совершенствуются. Раньше были такие пакетики у них классные. Я их только из-за пакетиков заказывала, наверное. А сейчас стали делать такие красивые вкладыши. Так, что у меня тут всё помято и открыто? Это что такое? За новости? Первый раз такое, чтобы было так. Ладно, начнём. Herbivore. Что это? Супер нового. Опять процента витамин С, кофеин, brightening eye cream. Крем под глаза, осветляющий такой вот. На самом деле, здесь часто приходят такие брендовые, даже вещи хорошие. Мне очень нравится заказывать. Так. Miss Cho sitting spray. Так, это у нас что? Это, видимо, спрей на макияж, когда сделаешь. Уже такой финиш. Финишный слой. Сейчас откроем с вами, посмотрим. Так, это что у нас? Маскара, тушь. Тушь для глаз. У меня всё, девушка маникюр никак не сделает. Некогда вообще. Сейчас... О, ещё Саша дома. Вообще ничего не успеваем. Так, Laura Mercier. Вот это чёрный-чёрный карандаш, короче, для глаз. Очень классный, кстати. У нас уже не первый раз попался. Так, это у нас ретинол и овсяное молочко. Гиллоуроновый крем. Die of the gods. Ну, это от теории. Классная вещь, наверное. Всё сегодня для мам пришло в основном. Так. Это у нас глаз лип. Глаз для губ. Так, он открыт. Я вам его сразу покажу. У меня, кстати, мой окончается. Так, вот такой вот. Streetman Oil. И вот такой потемнее цвет. Lovable этот называется, а этот OG какой-то. Такие штуки. Так, что ещё здесь у нас? Это рисовая умывалка. Татча, кстати, классная очень фирма. У неё очень много хороших продуктов. Gently Effective Cream Cleanser with Japanese Reese Powder and pH Neutral Amino Acid Base. Короче, это умывалка с рисовым порошком. pH нейтральная. С аминокислотами. И это у нас что? Блин, не вижу. А, это тени. Палетка с тенями. Почему я? Ну, сама так всё разглядываю. Потому что я сама не знаю, что здесь в этой коробке. Эта коробка приходит нам каждый месяц по подписке. И вот я вам ещё раз говорю, здесь бывают очень хорошие вещи. Вот. И мне очень нравится эта подписка. Поднимает настроение раз в месяц значительно. Во-первых. Во-вторых, у тебя никогда не бывает недостачи в косметике. То есть у нас она даже довольно быстро копится, я бы сказала. И вот такие вот классные вещи приходят. Иногда даже дешевле, чем если бы мы их покупали в розницу. Так, что мы с вами, с чего начнём? Давайте посмотрим. Умывалку. Сейчас. Неудобно одной рукой. А где штатив? Где-то у Евы, по-моему, в комнате. Не знаю где. Вот такая вот умывалочка. Меня прям как услышали. Я себе одну купила, но она не очень хорошо смывает мою тушь. Не знаю, вот этот попробуем. Добавьте воды и сделайте богатую пену. Ой, это прям как я люблю. И по массажным линиям, в общем, помыть лицо и смыть. То есть понюхаем её. Посмотрим на запах. Очень приятный. Запах дорогого крема. Очень такой ненавязчивый, классный, нежный очень запах. Прям вот моё. Ёлки-палки. Красота. Прямо вовремя. Так, это я вам уже показала. Это выкидываем. Так, дальше. Крем для глаз. У меня ещё пока есть открытый. Я его ещё не использовала, но уже подходит к концу. Вся моя серия. Там для лица увлажняющий крем уже кончился. Остался только крем под глаза. Серый. Тонер остался чуть-чуть. Остальное уже всё позаканчивалось. Так, что я его сразу сейчас начинать, наверное, не буду. Посмотрим, если он там открыт. Ну, запах не могу назвать приятным. На вид очень такое нежное. Нежная субстанция. Не хочу туда какие-нибудь бактерии заносить, поэтому пальцем здесь не буду. Вот такой вот кремушек. Но плохого мне ещё ничего ни разу не приходило. Ни аллергию не вызывало, ничего. Всё подходило. Ой. Когда заказываешь, создаёшь аккаунт, ты там свои предпочтения указываешь. И указываешь, ну, чувствительное у тебя лицо. Или там сухая кожа, жирная, комбинированная. И тебе, в принципе, всё. Довольно-таки неплохо подбирают. Под тебя. Вот. Раньше мы с девчонками заказывали больше декоративной косметики. Поэтому, как бы, у нас у всех более-менее один тон цвет. И нам всё подходило. А сейчас я пошла на хитрость. Я добавила ещё вот уходовой косметики. И частенько приходит теперь крема, умывалки. И всякое такое. Так. И оно, естественно, уже я под своим возрастом поставила. И под... Ну, в общем, под себя больше. Поэтому теперь больше всего мне приходит. Ну, девчонки, на самом деле, себе покупают очень много косметики. У них есть время этим заниматься. А у меня нет. Я люблю сюрпризы. Вот такой вот с этим спрей. С витамином Е. Ниацемит. Глицерин. И какой-то... А, это женьшень корень экстракт. Я думаю, классный будет. Так вот выглядит. Тут такая довольно-таки внушительная бутылочка. 80 миллилитров. По запаху хоть по них, хоть что ли. Ну, тоже запах такой довольно приятной косметики. Дорогой линейки. Не дешевый такой запах. Очень хорошая штука. Месчо. Так. Еще одна коробочка освободилась. Дальше идем. Это у нас, это у нас этот карандаш для глаз. Что так тяжело открывается все. Саша с Макаром поехали испробовать мастера. Они поменяли своего барбера. Очень-очень тяжело им найти сейчас. А, это Лауро Мессиэ. В стико и колор. Это, короче, знаете, что тени для век в таком стике. Так, Лауро Мессиэ продолжим. Меня отвлекли. Мои звонили. Вот. И они, в общем, поехали к новому. Вот это тени. Такие вот. Поехали к новому мастеру. Пробовать, как подстрегает Макарова. Как он за бородой. Ухаживает, потому что здесь все делают тяп-ляп. А эта девочка вроде бы как с Украины. Она здесь только, по-моему, полтора месяца. Вот. И поэтому мои помчались. Помчались. У меня такие ногти страшные. Мы вчера с Сашей ночью закапывали траву. Нам в одном месте там трава отошла. Вообще, ну, надо было ее подкопать, подсадить. Я, конечно, делала это без перчаток. Еще и под дождем. Короче, убила свой маникюр напрочь. Так, это у нас маскара. Вот. Макграф Лапс. Черная тушь обычная. Эй, открывайся. Сейчас покажу. Щеточку, я надеюсь, смогу вытащить. Так. Вот такая вот классная щеточка. Сейчас на светлом сфокусирую. Я такие очень люблю. Она очень хорошо разделяет. Прям классная. Не люблю силиконовые щеточки. Люблю вот такие больше. Вот это уж такая неплохая, густая. Посмотрю. У меня очень чувствительные глаза. Посмотрю, как будет это. Так. Теперь у нас, значит, палеточка с тенями. Сейчас мы ее откроем. Так, господи, что, что не поддающаяся такая. Вот так вот она выглядит. Очень такая солидненькая. Под пленочкой. Вот такая вот палитка. Очень качественно выполнена сама, сам корпус. У меня таких еще ни разу не было. Я вам даже не знаю. Этот бренд. Но сделан прям вот очень классно. Вот это вот мой цвет. Угловой. Сейчас я так сильно с блесками не пользуюсь. Сейчас, но матовыми. Эти можно использовать как румяна. Классная палеточка. Так. And. Осталась только вот эта вот теория открыть мне. Я, честно сказать, не могу понять, что это. Это... Ой, это All Day Masturizer. Отлично. С ретинолом, гиауроновой кислотой и веганским овсяным молочком. Это просто красота. Сейчас я открою ее, попытаюсь. Была такая красивая, прям не хотелось ее даже портить. Я у себя в комнате задумала там переделку в этом гардеробной. И скоро у меня будет свой туалетный столик. Такой, о котором я всю жизнь мечтала с детства, с юности. Сначала мне некогда было. Дети были маленькие. Потом негде. Переезды постоянные. А сейчас, я считаю, время пришло. Вот. И сделаю себе прям столик такой макия... Для мейкапа, короче. Столик мечты своей хочу сделать. Вот такой вот у него флакончик. Очень-очень классно выглядящий. Объемчик, я вам скажу, 50 миллилитров. Представляете? Вот такой вот. Очень классный. Я прям довольна посылкой на 200%. Прям подарочки к Новому году. Наша киса, которая к нам все время приходила, она пришла и не заходит. Представляете? Вот. Американские кошки. Забор, значит, нельзя. Мишель, не открывай ей калитку. Не надо. Мишель пошла ей калитку открывать. Тут просто Ася с ума сойдет сразу, если она сейчас зайдет. И она пошла вон к себе домой. Так что вот такие послушные кошки. А Мишель говорит, пожалуйста, давай ее запустим. Ну, она с ума сойдет, Ася. Вон она уже на старте. Заходи. Заходи, Мишель. Нет никаких плиз. Все, давай. Показала вам свою посылочку. Чем я себя балую. Не знаю вообще, что готовить. Одела Сашину кофту. Я так замерзла. Мне хоть это капюшон одевай. Не знаю вообще, что готовить на Новый год. Уже вот-вот. Нужно уже делать какие-то заготовки. Саша просил холодец, но у него болит нога. Частенько. Я сейчас даже не рискну, наверное, делать холодец. И так я варила язык. И боялась, что у него нога за ночь заболит. В общем, сделаю себе салат с семгой под шубой. Селедку за селедкой не хочу ехать. Семга у меня есть. Сделаю ее необычно. Мы раньше так делали с девчонками дома. Шубу так оформляли. Покажу вам. Такой будет салат перевертыш немножко. Вот. Что еще я сделаю? Больше ничего не знаю. Лера просит окрошку. Мишель просит... Ты что хочешь? Я смогу сделать перцы я хочу и сосиски хочу. А, колбаски московские. Мишель говорит, я буду сама готовить то, что я хочу. Я буду делать себе перцы в беконе и шоколадные колбаски. Московские колбаски. Не знаю, каждый их по-разному называет. Макар у меня манты всегда просит. И, в общем, я не знаю. У меня просто осложняется все тем, что у нас два раза уже были гости за последнюю неделю. И два раза я накрывала стол. Я делала рулетики из баклажан, делала хингал азербайджанские, делала манты, делала соусы наши любимые. Делала эти же перцы. Для Мишель что? Но у тебя будет больше помощников. Вот, девчонки, да, были заняты. Я все это одна готовила. На два раза мы накрывали стол. Что это еще я делала? Я мариновала люля-кебаб, Саша жарил. В общем, все, что мы хотели... Хингал, я уже сказала. Все, что мы хотели бы себе приготовить на Новый год, мы уже сделали. То есть мы уже это все попробовали и поели. Даже Наполеон Ева пекла. Вот, поэтому мне сейчас настолько сложно решить, что делать. Вот единственное, я не делала еще селедку под шубой. Я ее сделаю для себя, потому что у меня ее практически никто не ест. Сделаю ее по-другому с семкой. И даже не знаю вообще, что еще делать. Ника у нас любит салат Малибу. Но они так часто сейчас едят Цезаря, что мне кажется, он очень похож. И вряд ли она его захочет еще. Так что у меня прям на самая настоящая дилемма, что готовить. Не хочется это все потом выбрасывать. Хочется, чтобы все поели и с удовольствием поели. У нас никого не будет, кроме Мэтта с Лерой и вот наша семья, и все, больше никого. Так что... Но стол пустой я ненавижу, когда праздник и пустой стол, это для меня... Мне лучше потом все выбросить на следующий день, если никто не съел, чем просто сидеть там с пустым столом. Для меня это просто катастрофа. У меня еще такое убеждение стойкое, что если у тебя, ну, полный стол, я не знаю, все будет хорошо в следующем году. Почему-то у меня такие вот в голове мысли. В общем, вот такие дела. А, я еще грибы мариновала. Еще делала маринованные шампиньоны. В общем, даже не знаю, что готовить. Ничего в голову не лезет. Делали еще закуску. Этот сыр с чесноком, с яйцами. В общем, уже все, что хотели, все попробовали. Я даже не знаю, на чем остановиться. Теперь. Может быть, мясо какое-то в духовке сделать. Но Лера с Мэттом они могут уля-кебаб есть вообще без остановки, постоянно их можно жарить, и они будут довольны. Ева хочет шашлык, я точно знаю. Вот шашлык мы еще не жарили. Ты тоже хочешь шашлык? Я не знаю, что я люблю больше шашлык или кубак, но мы кубак уже давно ели. Окей, вот Мишель хочет шашлык. А хингал сейчас у нас осталось там немножечко. Мишель, я уже говорю, выбросите там остатки, потому что сочни слипаются в конце концов. И уже не так удобно и приятно есть, но она не дает. Она его доедает буквально пока все не кончится. Я не знаю, готовит кто-нибудь из вас это блюдо. Я его просто обожаю. Познакомилась я у Саши в семье с этим блюдом. По-моему, кто-то тоже из гостей у них его готовил. Угощали, я не помню. Но я знаю, что точно мы были у Саши в гостях. И вот какие-то их друзья там, в общем, готовили. Это было просто потрясающее блюдо. И я его теперь настолько полюбила, что очень часто мы его готовим. Его готовят из говядины, из свинины, из курицы, из чего угодно. Но в оригинале это такие сочни, как на бешбармак, обмазанные соусом. Они делают что-то такое типа курта, размачивают и поливают. Но я пробовала уже совсем другой вариант. Я пробовала сочни, смазанные сметаной, с майонезом, соус и чесноком. Значит, и все вот эти вот сочни все перемазываются, тоненькие, вареные. И заливаются мясом. Мясо очень долго тушится с луком. Лук прям такой, знаете, сначала я лук зажариваю, потом кладу туда мясо. Вернее, не так. Сначала тушу мясо, потом туда добавляю лук. И очень хорошо это все зажариваю и потом долго тушу. В общем, мясо просто аж рассыпается такое мягкое. Вкусно и со свининой, и с говядиной, без разницы. Очень вкусно. Но в оригинальном рецепте идет фарш, обжаренный с луком. Но мне больше нравится с кусочками мяса. И прям мяса должно быть много. Оно должно лежать сверху вот сочни прям горой. Очень вкусное блюдо. Нереально я как-нибудь покажу вам, как я его делаю. Вот. Мишель бы его повторить, она бы еще его ела. Хинкао. Она его ест. И Макар тоже его очень любит. Вот, ну как-то, в общем. Вот сейчас с вами разговариваю, видите, и пришло понимание того, что шашлык мы еще не делали. Шашлык хочет Ева, Мишель и Макар всегда за шашлык. Так что вот будем думать. На закуске вообще не знаю даже, что. Перцы будут, это понятно. Салаты. Ну какие салаты, дочь? А, еще фунчозу я делала. Ну под шубу, да, я сделаю себе. Фунчозу я еще делала. Я уже столько переделала. Всего я же забыла. Вот, так что надо хорошенько подумать, а времени подумать уже нету. Надо ехать закупаться уже за продуктами, да. Завтра уже надо-надо. Завтра 30-е? Надо-надо. Вот, поэтому надо, да, уже список. Ну и обычно на 30-е уже, по-моему, мы уже начинаем. Да, уже начинаем. Не знаю, что будем на сладкий стол. Мишель сделает свои эти московские колбаски. Обожаю. Мы съели Наполеон за день. Ну и, конечно, не сами, с гостями вместе. А, я еще и торт пекла. Да, домашний такой. Я пекла еще медовый торт. Быстрый такой, знаете, на лист. Не раскатываешь когда коржи, а просто на листе. С изюмом, черносливом и с орехами. Его еще мы съели. О, боже, доча, сколько мы всего вредного уже съели. А на следующий день после моего торта у нас были другие гости. И Ева делала Наполеон. Мы его тоже съели. Поэтому настолько вообще уже всего мы переели. Я даже не знаю, что готовить. Вообще, это сладкое. В прошлый год там были такие шоколады. Да, Ева делала три шоколада. А сейчас Ева хотела сделать монастырскую избу на Новый год. Такой торт. Но она не может найти настоящую кислую вишню. Если мы ее где-то найдем завтра, то, возможно, у нас будет тортик монастырская изба. Если нет, значит не судьба. Попробуешь. Шоколадный тортик такой. Ой, нет, он не шоколадный. Слоеный, я хотела сказать. Ну вот, как-то вот так вот. Такие вот у нас новости. Сейчас у нас что происходит? Папа усиливает, укрепляет все, что мы делали без него. Все наши шкафы. Я вам уже рассказывала. Да, все переделал, все укрепил. Повесил карнизы везде, кроме нашей комнаты. У нас в комнате я не могу никак определиться. Серебряные, золотые, латунь, бронза. У меня все плющит. Я не могу придумать дизайн. Вернее, я его придумала, но мне каждый день хочется чего-то нового. И у меня три кровати на выбор, которые мне нравятся. И я, короче, каждой кровати придумываю свой дизайн, свой стиль. И я еще не могу определиться, какая. У меня сейчас все мысли заняты моим косметическим столиком, как он будет вписываться в гардеробную, где его ставить. Сначала я думала, что он будет у меня в комнате, но потом поняла, что он мне нафиг там не нужен, потому что такие масштабы, как я хочу себе обеспечить, они мне будут там мешаться. О боже, Ася. Вот, и поэтому я решила перенести его в гардеробную. И чтобы мне столик правильно вписать туда, мне нужно в гардеробной определиться с самой гардеробной, со шкафами. Поэтому я уже два дня сижу и собираю себе в Икее гардеробную. Опять в Икее, хоть папа и ругается, но я сделала запрос на дизайн. 4 января приедут рабочие, померят нашу комнату, сделают нам смету. Но я что-то не знаю, посмотрим, какая будет цена. Все-таки Икее это все равно дешево и сердито. И свой срок она, в принципе, отрабатывает и нормально служит мебель. Я, в принципе, довольна Икее. Особенно, когда муж все починил, рукастый все сделал, укрепил и все хорошо стоит, все держится. Так вообще можно ничего не бояться. Ну так вот, короче, с Икее у меня тоже с гардеробной три варианта. Там есть три системы. В одной системе, вернее, системы две. Но в одной системе только один вариант, она подешевле. А в другой системе два варианта. Там есть широкие шкафы, ну то есть глубокие и узкие, мелкие. И я вот не знаю, в принципе, такие глубокие, как мы взяли девчонкам шкафы, Ники и Еви, мне они в гардеробной не нужны. Потому что там целая комната будет шкафов. И если они будут такие глубокие, оно, во-первых, сильно заберет пространство. Во-вторых, у меня просто нечего складывать в такие глубокие шкафы. И это неудобно. Потому что там одежда аж в три ряда ложится. И мне кажется, чем мельче шкафы, тем удобнее там порядок содержать. Ну и плюс мелкие шкафы, они, значит, 1,58 см в шкафах, а который помельче, осторожно, дочь, он 34. А в дешевой системе там 42. Вот. И я не знаю, цена очень сильно различается. Во-первых, между дорогой и дешевой системой. Во-вторых, между... В дорогой системе между глубокими полками и мелкими. Тоже такая значительная разница. Тысячу с лишним долларов, наверное, получается. И я вот не знаю. Не знаю. В глубокой системе мне нравится, что штанги для вешалок, они идут горизонтально. А если брать мелкую систему, то штанги для вешалок, они вешаются вертикально... Не вертикально, как вам объяснить? Ну вот, если вот так вот стоит шкаф, то в длину шкафа, в ширину вернее, шкафа вешалка стоит в широкой системе, а в мелкой она стоит в глубину. То есть у меня одежда будет одна за одну вот так висеть, а я буду видеть только первую, допустим, футболку на вешалке. Остальные все будут вешаться за нее. Это если взять мелкую систему. А если взять глубокую, тогда она будет вешаться, как обычно, вот так, в длину. Просто они будут бочком вот так все вешалки. В общем, я не знаю. Думаю, надо срочно нам с вами ехать в ОК, разбираться, что почем, и смотреть все наглядно. И тогда я пойму, есть ли смысл переплачивать там тысячу с лишним за другую систему или нет. Или можно взять подешевле, так как этот гардероб, его вижу в принципе только я. И как бы, может быть, и не стоит выделываться. Такие дела. Так что срочно нам надо с вами в Икею делать выбор. Это прямо горит. Потому что без этого, пока я не выберу эту систему, я не смогу себе поставить даже просто столик, потому что Саша там должен повесить зеркало. А оно огромное. И центровать по комнате, по стене, его нужно именно исходя от шкафа, который будет стоять в конце комнаты. А какая будет ширина у этого шкафа, я могу узнать только, когда решу, из какой системы будут шкафы. Вот такая вот проблема. Всем бы такие проблемы, да, ребят? Конечно, это не проблема. Это просто очень приятные хлопоты, которые мне очень нравятся, которые я очень люблю, делаю с удовольствием. Вот, поэтому обязательно поедем с вами и выберем в ближайшее время шкаф. Субтитры сделал DimaTorzok